Привет, народ! Покашеварим! Значит, вдохновившись обзором хот-дог-бульдог от Харламова, помните, да? Кто не смотрел, посмотрите. У меня на канале бывают и обзоры разных заведений. Вдруг вы не в курсе? В общем, там есть вкусный хот-дог, который мне действительно заходит в сочетание соусов, мне все нравится. Один уже известный нам трюфель-мюфель, потому что я его заказал себе сам. Он мне просто по умолчанию, этот хот-дог, нравится. Но есть моменты, которые мне там не нравятся. И первый момент, который, мне кажется, минусит этот хот-дог, это, конечно же, маленькая скромная сосиска. Поэтому сегодня я хочу приготовить мощные хот-доги по мотивам хот-дог-бульдог и, в частности, хот-дога под названием трюфель-муфель. Но в моих хот-догах мы сами с вами сделаем офигенные сдобные булочки-бриошь. Мы сами приготовим офигенные сосиски, колбаски, как хотите, называйте. Собственно-ручные, домашние. И все это будет очень вкусно. Так что не переключайтесь, следите и предварительно поставьте лайк по-братски. Мне будет очень приятно. Практически все ингредиенты вы видите на столе. Вы на них можете посмотреть. А запоминать это не нужно, потому что в описании к ролику есть, естественно, раскладочки. Давайте начнем с теста, потому что ему нужно будет время подняться. И пока оно поднимается, мы займемся колбасками. Погнали! Еще на этом этапе рекомендую замочить свиную череву. Это то, в чем будет находиться у нас мясо, наша начинка в колбасках. Да, ну короче, оболочка наших будущих сосисок. Промойте от соли, если вы купили череву в соли, и замочите в воде, чтобы они стали мягенькими. Вообще, черева продается в интернете. Есть разные размеры. Для сегодняшнего рецепта я взял максимально минимальный размер черевы. Ну, в смысле, диаметр, скажу прямо, кишок свиных. Вот. Возьмите минимальный, если хотите там какие-то купаты жарить, то, соответственно, берите побольше. У меня, по-моему, 30-32 миллиметра. Ну, все равно это будут мощные колбаски. В чашу миксера я наливаю теплое молоко. Ну, комнатной температуры или чуть теплее. И крошу туда дрожжи. У меня живые, можно использовать обычные быстродействующие. Добавляю пару щепоток сахара. Пока для проверки дрожжей. Я подожду 15 минут, чтобы посмотреть, как заработают дрожжи. Они должны немножко запузыриться. Дрожжи у нас заработали. Теперь я добавляю размягченное сливочное масло, желательно не горячее, а просто его немножко размягчить. Масла много, булочки сдобные, напоминаю. Добавляем в общей сложности около 50 граммов сахара. Это 2 столовые ложки. И около 10 граммов соли. Все вместе перемешиваю до растворения сахара и соли. Туда же отправляю 4 яйца. И всю муку. И замешиваю тесто. Все, друзья, тесто готово. Посмотрите, какое оно желтенькое. Оно немножко еще прилипает к рукам. Вот такая консистенция нам и нужна. Я смазываю форму маслом и выкладываю тесто. Сверху на само тесто. Само тесто также можно смазать маслом. Я накрою емкость пищевой пленкой, чтобы лишний воздух туда не попадал и тесто не сохло. И оставим подниматься. Я традиционно включаю лампочку в духовке и отправляю тесто туда. Или могу выставить какую-то теплую температуру и запустить. Пока тесто подходит, как любой дрожжевой тесто, часа полтора нужно ему отдать, чтобы оно поднялось раза в полтора, в два. Мы займемся непосредственным мясом. Самая вкусная часть. Хотя я бы не сказал, булочки это тоже очень важно. Булочки у нас будут бомбические. Но домашние колбаски будут не менее бомбические. В общем, мясо. У меня все свинина сегодня. В принципе, можете делать абсолютно любые колбаски с любым мясом, которое нравится вам. Или просто с которым вы хотите сделать. Можно куриные, можно говяжьи, бараньи, да пожалуйста. У меня свиные колбаски сегодня. Не очень жирный кусок мяса. И так как он не очень жирный, обязательно нужен жир дополнительно. Я купил вот такой кусок сала. Проблема в том, что сало в обычном понимании имеется в виду нейтральный, ну просто, грубо говоря, свиной жир. Купить очень сложно в магазинах, поэтому мне пришлось купить подсоленое сало. И с учетом этого нужно будет естественно балансировать количество соли в колбасках. Ну не суть, короче. Есть и есть. Главное, чтобы была жирность хотя бы 20% от веса мяса. Тогда будут вкусные колбаски. Моя задача сейчас очень простая. Просто прокрутить это через мясорубку, чтобы получился фарш. Хотя можно, конечно, мелко порубить, что-то типа в стиле купат сделать. Но я хочу сейчас такой типа сосисочный вариантик колбасок. Из трех насадок я выбираю самую крупную. Многие из вас уже видели у меня технику касса, мясорубка не исключение. Полностью металлический корпус, друзья мои, надежная, красивая, классная вещица. Суть мясорубки в том, что она вся металлическая. Все шестерни, вот, например, нож, да, с титановым покрытием. То есть это реально, ребят, космические технологии. Ёлки-палки. Ну и, конечно, мощный двигатель. А что еще нужно для мясорубки? Ну, в моем случае мне еще нужно, например, вот эта вот насадка для набивки колбасок, которая тоже есть в комплекте. Так, все подготовили. Начинаем прокручиваем мясо. Ну, естественно, прежде чем его прокручивать, его надо нарезать, чтобы оно все влезло. Мясо, кстати, тоже довольно жирненькое. Это хорошо. Так. И самое примечательное для ленивых, то, что через такую решетку, довольно крупную, можно сразу пропустить лук, с ним все будет в порядке. Ну, либо мелко нарезать, уже как кому хочется. Я лук резать не люблю, поэтому я пропущу через крупную решетку. Лук и сало я использую в одинаковом весе. 200 граммов сала примерно и 200 граммов лука. Это одна большая луковица. Все, ребята, основа у нас готова. Теперь надо разобраться, какой вкус будет у наших колбасок, сосисок, да? Значит, тут дело вкуса тоже. Специи, какие вы любите, можно добавлять. Я думаю, никто не будет спорить, что соль и перец обязательны. А вот дальше уже вариации. Я в своем случае положу немного чеснока и паприки. Вот это будет замечательная гармоничная штука. К свинине все это подходит. Вы можете добавить тимьян, орегано, все, что хотите по вашему выбору. А, и еще острого перчика немного будет тоже в тему. Итак, начинаем. Солюшки я добавляю примерно полторы чайные ложки, пол чайной ложки паприки, четверть чайной ложки молотого перца, половины чайной ложки гранулированного чеснока и капелюшечка чили перца. И еще, друзья, крайне важный ингредиент это граммчиков 100 воды. Тогда у нас получится все сочно. и хорошо перемешиваем. Запах, на самом деле, уже невероятный. Вот этот лук, мясо, специи. В общем, друзья, оставляю в описании под роликом ссылку на эту замечательную мясорубку Касса. Кому нужна мощная, стильная и надежная мясорубка, милости прошу. По ссылочке, друзья, идите смело. Итак, у нас тут черева. Но для того, чтобы нам набить колбаску, нам нужно немножко изменить конструкцию. Я вам уже рассказывал про вот эту насадку, с помощью которой можно набивать различные колбаски. Это удобно. Для набивания колбасок мы собираем все так же, как для прокручивания фарша. То есть нож, решетка, через которую мы крутили, ну и шнек, понятное дело, тоже там внутри. Все. Устройство готово. Теперь все, что мы накрутили, выкладываем в чашу. Сейчас самое интересное и увлекательное занятие, друзья мои. Набивать колбаски это тема. Берем череву. Я снял перчатки, потому что скользит все, не могу натянуть. И вот так вот натягиваем всю череву. Кончик завяжите на обычный узел. Начинаем набивать. Так, первое у нас колбаска готова, я ее перевязываю. И вуаля! У нас осталось примерно треть фарша. Естественно, надо доделать. Я точно так же перевязываю конец. Теперь формируем колбаски по размеру как хотим. Нам нужны отдельные колбаски, поэтому я буду перевязывать в двух местах, чтобы между узлами можно было разделить колбаску. Тесто подошло, увеличилось раза в два. Делим на одинаковые части. Я решил сделать булочки побольше, поэтому мои шарики около 130-140 граммов. Для классического размера булочки возьмите около 100 граммов теста. Чтобы сформировать четкую булочку, раскатайте кусочек теста в условный овал. Заверните с одной и другой стороны к середине. Защипните по всей длине с концов и булочка готова. Выкладываем на противень, накрываем пленкой и даем расстояться около 20-30 минут. Возьмем желточек и немного воды и смажем наши булочки. Посыпать или нет кунжутом дело хозяйское. Можно каких-то травок насыпать, но я не буду делать ничего. Оставлю их в первозданном виде. Я включаю духовку. Верхний и нижний нагрев на 180 градусов. 180 градусов минут 15 середина духовочки. Ну что? Достаем булочки и посмотри какие они кайфовые. По идее колбаски должны влезть. Оставляю булочки остыть и будем заниматься колбасками. Их тоже запечем в духовке. Для колбаски я возьму решетку. Я немножко смажу растительным маслом решетку. Я фольгу подстелил просто чтобы не пачкать. и выкладываем колбаски. Я думаю вот так вот под углом их выложим. Для того чтобы они у нас не разорвались внутри духовки я буквально вот раз два три по три прокольчика делаю. Можно зубочисткой или вот так вот кончиком ножа. И отправляем в духовку. Колбаски у нас тоже готовы. Вот теперь теперь у нас будет хот-дог что надо хот-дог. Так что касается соусов. Соус там используется трюфельный для этого я себе купил уже трюфельный соус потому что ну можно и трюфелями заморачиваться но и такой соусец вообще-то стоит до хрена. Мы его замесим с мазиком будет вкусно это точно. Вся начинка огурчики мелко порубим но это правда на один хот-дог надо будет еще порубить чипотли у меня здесь офигенный консервированный майонез значит бабушкино варенье заначечка моя но давайте начнем с нашего соуса трюфельный соус он довольно ароматный и если смешать его в пропорции хотя бы один к двум мы получим очень неплохой очень неплохой и довольно ароматный соусец для хот-догов рубим огурчики сюда же я добавляю по своему вкусу чипотли очень ароматный перец но естественно острый тут уже по желанию я сразу перемешиваю чипотли с огурцами я буду добавлять прям вот такой вот замесик вот такие вот офигенные булки абсолютно кайфовые прогибаются возвращаются на место в общем все что надо на руке аккуратнее конечно это все делаете добрая порция соуса огурчики колбаска какую взять давай вот эту возьмем и еще добавляем трюфельного соуса соуса протертой черной смородины она с сахаром прикольно сбалансирует ну и лучка жареный лук посмотрим на разрезе да друзья это то что и хотелось увидеть в настоящем трюфель мюфеле я хочу отведать этого монстра это непередаваемая штука друзья хочется еще лучка побольше великолепная булка я наверное грязный да пофиг очень вкусная сдобная булка шикарная сосиска и вкусные соусы вот это сочетание с сладкой протертой смородиной вместе с трюфельным соусом то есть жирным майонезным соусом это конечно кайф вот такой вот должен быть трюфель мюфель но я не знаю сколько бы он стоил если был вот в таком исполнении друзья все раскладочки в описании попробуйте приготовить просто кайфанете реально жареный лук можно сделать самому я неоднократно показывал рассказывал в своих роликах так что вот ну я думаю лайка заслуживает поэтому лайк поставьте на канал тоже не забудьте подписаться надеюсь понравилось все раскладки под роликом всем пока субтитры субтитры Продолжение следует...